Примерно полгода назад мы проводили эксперимент. Проверяли, удастся ли с помощью гидравлического пресса сложить лист бумаги более 7 раз пополам. Вот это был седьмой раз. А вот это восьмой раз. Ну, некоторые в комментариях писали, что нам не удалось сложить, некоторые писали, что удалось сложить. Это уже зависит от того, как уже вы посчитаете. Просто при последнем складывании лист бумаги уже потерял свою целостность. Сегодня мы проверим, сколько раз получится сложить пополам лист фольги такого же размера. Толщина фольги значительно меньше толщины бумаги и составляет... Сколько там она составляет? Две сотых миллиметра. Я думаю, что на этот раз у нас точно получится ее сложить более 7 раз. Процесс складывания я буду вылаживать без монтажных склеек, чтобы вы не писали потом мне в комментариях, что я подменил лист фольги. Ну что ж, смотрим. Интересно, сколько раз получится ее сложить без помощи гидравлического пресса. Руками. Ну и вот уже седьмой раз, и только с помощью рук. И похоже, что получится еще и восьмой раз сложить ее, только при помощи рук. Ну а теперь придется уже прибегнуть при помощи пресса, чтобы ее немножко приплюснуть для уменьшения ее толщины. Здесь главное не переборщить с усилием. Здесь главное не переборщить с усилием. Здесь главное не переборщить с усилием. Похоже, что при дальнейшем сдавливании она уже начинает разлазиться и терять свою форму. Как вы считаете, удалось ли нам сложить ее 9 раз? А сейчас посмотрим, насколько ее удастся максимально расплющить прессом. После такого сдавливания она своей структурой стала напоминать цельный кусок алюминия. Не забывайте поставить палец вверх, написать комментарий и также вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка находится в описании под видео. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...